Всем привет! Сегодня я буду рассказывать о двух книгах Дарьи Донцовой. Это «О войско с алмазным фондом» и «Три желания и женщины мечты». Донцовую я уже давненько не читала, но когда мне вот эти две книги попали в руки, я вспомнила одно из её интервью. Её постоянно обвиняли в том, что она пишет далеко не такие великолепные детективы, как, допустим, Агата Кристель или ещё кто-то из знаменитых писателей этого жанра. Но что она неизменно отвечала каждый раз одно и то же. Зато, мол, от моих детективов люди хохочут, смеются, хорошее настроение приходит, стрессы снимаются. Так вот, тогда я с ней была согласна. Сейчас уже нет. Я не то, что не смеюсь, но даже не улыбаюсь, а наоборот хмурюсь, потому что качество меня удивило в не самом положительном смысле этого слова. И то ли у меня чувство юмора изменилось, то ли у писательницы, вот уж не знаю. Но вот что есть, то есть. Поэтому ничего хорошего я не могу сказать об этих книгах. Особенно вот «Авоська с алмазным фондом» здесь главный герой Иван Подушкин. И я прихожу к мнению, что писательницу стоит завязывать с этим героем, потому что уже я очень прям сердилась на этого Ивана Подушкина на протяжении развития сюжета, потому что он вообще всем подряд верил на Стоплова. Какой же из него детектив после этого. И всё удивлялся, в то время как в самом начале книги происходит событие. Ну я прям сидела и думала, ну вот Вань, ну догадайся ты, ну смекни, ну что такой тупой-то. Ну нет, он до самого конца не сообразил. Ему уже конкретно, когда пришлось одному из героев этой книги раскрыть глаза и обосновать, и привести доказательства, прежде чем вот его осенило. Куда как лучше у меня зашла книга «Три желания и женщины мечты». Здесь уже главный герой Ивела Тараканова. Вот здесь уже всё получше пошло. Может быть причина этого того, что героиня, как и писательница, тоже женщина. Или может быть причина в чём-то ещё. Но здесь как бы и Виола по-собразительнее Ивана выступила. И сюжет как-то полюбопытнее. А вот я ещё на «Авоську с алмазного фонда» забыла поругаться. Дело в том, что это очень дурной тон, когда писатель прибегает в одну из книг к приёму очень яркому и впечатляющему, а потом этот же приём повторяет в других книгах. Это не очень хорошо. И вот именно Вавоськи и Донцова прибегла к приёму, который уже делала дважды. Ладно, два раза, да, но третий раз. Причём я давно уже не читала её книг очень. И, вероятно, это уже даже не третий раз, а какой-нибудь пятнадцатый. Вот, так что уж извините, что я ничего хорошего не сказала в этой записи. Ну вот таково моё мнение, мои впечатления. И, ну, я не то чтобы жалею, что потратила время на эти книги, но и как бы не получила какой-то действительно хорошей отдачи от них. И не знаю вообще, зачем я решила вспомнить детство, так сказать, почитав Донцова. На этом всё. Пока. До скорых книг.